Приветствую вас. Давайте мы с вами сперва постараемся подумать так. Значит, а с чего вы взяли для начала? Что ваше состояние, которое вот у вас есть, да? С чего вы взяли? То это болезнь. То есть вот вы говорите, что вы хотите вылечиться. Вот. То есть вы считаете, что это болезнь? Ну откуда? Анонизм это не болезнь. Анонизм это скорее, знаете, привычка. Вот. И если у вас есть такая привычка, значит она чем-то обусловлена. Ну именно привычка. И нужно просто постараться найти причины того, чем она обусловлена. Именно причины, по которым вы считаете анонизм чем-то плохим, да? И является ключевым моментом, по поводу которого с вами нужно работать. Ну, так по крайней мере это видится мне. Далее. Вы говорите о том, что хотите вылечиться. Тут тоже момент. А что вы будете делать дальше? Ну вот. Представьте себе, что вы вылечились. Уже. И что будет происходить дальше? Какая динамика будет развитие ситуации в дальнейшем? Когда вы вылечитесь, например. Что вы хотите делать? Что вы не можете делать сейчас? И по какой причине? То есть, грубо говоря, грубо говоря, по вашему мнению, анонизм влияет на то, чем вы занимаетесь. На то, как вы, ну, взаимодействуете с окружающим миром, например. Вполне возможно, что именно его запрет, запрет анонизма или точка зрения, согласно которой вы занимаетесь чем-то плохим. И стимулирует вас к тому, чтобы продолжать это делать. Ведь это что-то запретное. А вам, вероятно, не хватает какой-то свободы, не хватает какого-то проявления лично вашего, ну, вот именно вашего проявления вам не хватает. И, вероятно, именно через него, через анонизм, вы пытаетесь как-то реализоваться. Вот. То есть, допустим, вы человек в целом зажатый, ну, допустим, допустим. Я не говорю, что это так. Вот. Вот. Пока, просто допустим, что вы зажатый человек. Достаточно сильно. Вот. И, соответственно, будучи зажатым человеком, вам не хватает свободы. И, кто знает, может быть, именно стремясь к свободе, вы анонизируете. Понимаете, какая история. То есть, здесь, опять же, важно увидеть, что такого запретного в анонизме, грубо говоря, вы наблюдаете. Что вам, вот, вообще, кажется, что это, прям, ужасно. Вот. На самом деле, ужасно это только когда вы, ну, например, не можете получать удовольствие в сексе с живым партнером, например. Вот в этом случае это ужасно. Действительно. Если у вас живого партнера нет, если сексуальное желание есть, то вы же понимаете, то ничего плохого в то, как вам анонизировать, нет. Поэтому я рекомендую вам все-таки впервые разобраться именно с этими моментами. Да, то есть у вас уже, как бы, стоит такая установка, что это болезнь, что это плохое. Но, на самом деле, ни о какой болезни речи вообще не идет. И я полагаю, что основная проблема именно в том, что вы воспринимаете это именно как болезнь. Понимаете? Понимаете? Но... То есть... Именно с этим нужно работать. Именно с этим нужно работать. С вашим убеждением, что это что-то больное. То есть ненормально. Но, на самом деле, вы удивитесь, если, например, узнаете, что этим занимаются все. И... И... Мужчины, и женщины. Вот. И это абсолютно нормально. То есть еще раз. Сформулируйте для начала ответы на вопросы, которые вот я задал. И, значит, обозначьте вред для себя. То есть какого рода это вред. Какого рода это, ну, трудности. Да? Какого рода это проблемы, которые вы получаете, например, от того, что занимаетесь анонизмом. Вот. И насколько вы воспринимаете это в качестве негатива для себя. То есть, понимаете, если мотива... Если мотивов... Меньше анонизировать. То есть нужно понимать, что... Анонизм это нормально. Да? Мастурбация это нормально. Вот. Именно меньше это делать, может быть, можно. Для этого нужна мотивация. Стимул. По факту... По факту... По факту... Это... Далеко не так сложно. На самом деле. То есть для этого, на самом деле, всего лишь... Нужно заменять... Анонизм. Да? Заменять. Чем-то другим. Например... Скажем... Ну... Допустим. Допустим. Можно заменять... Эээ... Физическими нагрузками. Например. Общением с девушками. Тоже допустим. Вот. И так далее. Но для этого... Для этого... Опять же, нужен стимул. Нужен мотив. То есть нужно, чтобы вы сами этого хотели. Не кто-то за вас хотел. А чтобы вы сами этого хотели. И... И вот. Так. Тогда... Эээ... Ситуация и будет... Эхэм... Происходить. Ну... Как бы положительную сторону будет меняться. Вот. Смотрите. Такая вот история. Опять же, если... У вас, например, имеет место быть... Проблемы... Эээ... Во взаимоотношениях с девочками. Например. То это одно. С этим... Можно разбираться отдельно. То есть вот... Опять же. Что вы делаете? Когда анализируете? В каких ситуациях вы это делаете? Может быть, вы... Таким образом снимаете стресс. Может быть, для вас это... Средство решения проблем. Если вы себе это запретите. Но при этом не решите проблемы. Которые... Лежат... В корне... Эээ... Ваших... Ну... Ваших... Действий... Вашего действия. Что... Даже если вы вылечитесь. В кавычках. Вылечитесь. То удовольствие вам это не принесёт. А... Скорее напротив. Возможно, даже будет... Еще... Хуже. Ну, потому что... Ээээ... Та функция, которую... сейчас выполняет мастурбация. Да? Та функция... Аээ... Будет возглавлена на что-то другое. Вот, например, там... На... Питание, или на... Может быть... Какое-то поведение... Негативное... ну вот, которые сейчас вы не используете, понимаете? Вот. То есть, не нужно так просто брать и сразу переставать манструбировать. Резко, уж точно. Особенно, если это привычка. Понимаете? Вот. Ну, по опыту могу сказать, что мастурбация – это потребность любви, да? То есть, это именно либидо, потребность любви. И, соответственно, для потребности любви просто нужно выращать немножечко по-другому. Вот. Ну и физиологию тоже никто не отменял, безусловно. Вот. То есть, физиологически, физиологически, если у вас есть такого рода проблема, тоже нужно учитывать и особенности вашего организма, строение тела и, соответственно, пребывание в определенной обстановке, атмосфере и прочее. То есть, вот, если вы, например, находитесь среди чего-то, что возбуждает вас – это один момент. Если вы просто делаете это, то это другой момент, понимаете? вот. Ещё раз повторю, чтобы вы поняли. Ни о каком, значит, излечении, да, как таковом, лечить не идёт. Потому что анонизм – это не болезнь. Это зависимость. Зависимость – да, но не болезнь. Поэтому лечиться, точнее сказать, убирается. Именно зависимость. У ГОПР есть причина. Зависимость – это запрещенные нереализованные желания, которые вы не можете реализовать. Иначе, кроме как вот делать то, что вы делаете. И при этом обвиняяя себя за это, то есть, если вы считаете, например, что делаете нечто плохое, то будьте уверены, вы будете стремиться это делать снова и снова только для того, чтобы испытать вот это чувство. Чувство, что вы виноваты, чувство, что вам стыдно. Потому что для вас, если это действительно так, для вас стыд – это единственный способ испытать близость. Эмоциональную близость. С кем-то. Ну, как правило, речь идёт о родителях, это понятно. О значимых фигурах. Вот. Через стыд. Если вы не будете стыдиться, да, если вы не будете стыдиться, то и не нужно будет создавать ситуации, за которые вам стыдно. По факту, не нужно будет. А зачем? Вам не стыдно, что вы делаете это, что не делаете это. Да? Всё равно. И в этом случае, в случае, если вам всё равно, то вы сможете быть свободным. Поэтому я рекомендовал бы вам здесь также постараться определить самостоятельно, что за чувственное наполнение от мастурбации. То есть, вот, значит, ну, как вы воспринимаете её на чувственном уровне. Как вы относитесь к ней сами. Понимаете? Вот. Я полагаю, что это очень важный момент для выявления причин, по которым вы оказались в такой ситуации. Ну, и в заключение, прежде чем закончить, мне бы хотелось задать вам такой вопрос. Вот. Как вы видите помощь себе? То есть, грубо говоря, вы пришли к нам на ресурс, желая получить от нас помощь в лечении. Отдовольствие вы считаете для себя вредным. Это понятно. Но как вы думаете, мы можем вам помочь? Как? Конкретно, вот как мы можем вам помочь? Что мы можем сделать? Вы же, наверное, как-то представляете себе эту помощь вам. Вы же, наверное, как-то рассчитываете на, ну, какую-то помощь вам. Вы же не думаете всерьез. Я надеюсь, что вот вы написали, да, вот этот вопрос свой и ответ вам поможет. Или даст какой-то волшебный рецепт. Понимаете? Поэтому, я полагаю, что об этом вам тоже нужно подумать. Потому что, если вы представляете, скажем так, решение своей проблемы вот в такой форме, да, что вы напишите вопрос, и сразу всё разрешится, то, боюсь, мы вам, именно мы, мы вам помочь ничем не сможем. Потому что для этого нужно, нужно, чтобы вы хотели, чтобы вы стремились, чтобы вы старались. Не только, не только мы, но и вы тоже. И если вы не готовы, то лучше не тратить время на работу. От вас возникает вопрос, а с какой целью вы задали вопрос свой? Либо это не ваш вопрос, либо вы считаете, что у вас ничего не получится. Либо просто неверные представления о том, как это все работает. Вот. В любом случае, я поддерживаю своего коллегу в том, что, значит, ваше вот письмо, да, ваш запрос, это начало только работы. И для реального результата, конечно, нужна более серьезная аналитика вашей жизни, ваших проблем, вашей ситуации в целом. Вот. И в результате вы увидите, значит, что мастурбация это лишь только вершина айсберга, а в действительности там все совсем по-другому. Вот. И не так все очевидно. То есть мастурбация, то в данном случае она просто-напросто выполняет роль такого, знаете, защитного механизма. Если бы не она, то вам было бы гораздо хуже, вам было бы гораздо, ну, тяжелее. Вот. Поэтому избавляться нужно не от нее, а скорее от того, что за ней стоит. Какие желания, цели, стремления за ней стоят. Понимаете? Вот это действительно важно. Так что не торопитесь избавляться от мастурбации, да, а лучше поработать вот как следует над тем, что ее обусловило. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете написать мне в личку, я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучше. В общем, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.